Развитие мелкой или, как ее еще называют, тонкой моторики рук напрямую влияет на речь. Поэтому пальчиковая гимнастика должна занять прочное место в ежедневных занятиях с малышом. Детям очень нравятся всевозможные ладушки, сорока-ворона и сказки про пальчики. Развитию мелкой моторики помогут всевозможные баночки, коробки и шкатулки. Предлагаю малышу открывать и закрывать крышки, прятать и доставать интересные вещицы разных размеров. Заодно ребенок научится различать, где широко, а где узко, что маленькое, а что большое. Очень полезны для детских пальчиков мелкие предметы. Вот только играть с ними нужно под присмотром мамы. Чтобы не случилось беды, лучше нанизать бусинки на шнурок. Деткам постарше уже можно пересыпать бусины и выкладывать из них простые узоры. А заодно им можно объяснить, почему в одну баночку вмещается много бусинок, а в другую мало. Игрушки для развития мелкой моторики есть и на кухне. Рассыпаем крупу ровным слоем. Удобнее всего это сделать на подносе или, как у нас, на плоской коробке. И начинаем рисовать. Проводим пальцем линию и просим малыша повторить. Егору понравилось играть с прищепками. Сейчас он пытается разобраться, как цеплять и снимать их. Хватает всей рукой или двумя пальчиками. А позже научится выполнять задания мамы. Например, крепить на зеленую коробку только зеленые прищепки. Можно продевать шнурки в отверстия разного размера. И даже накручивать гайки на болтики. Собирать пирамидки и пересыпать пуговицы. Игр для развития мелкой моторики, а вместе с ней и речи, очень много. Главное не забывать находить для них хотя бы несколько минут в течение дня.